Доброе утро! На часах 5.00, а это означает, что самое время собирать все свои снасти и отправляться на рыбалку. Много тут у меня всего, так же само как и лайфхаков, которые мы вам сегодня покажем. Придя на пруд, я выбрал спокойное безветренное местечко, разоросшее камышиком. Расположимся именно тут. Для этой рыбалки я специально прикупил новую удочку, и перед ловлей ее нужно оснастить. Сперва придется намотать леску на катушку, для этого привязываем конец к катушке и располагаем моток лески, к примеру, на какой-то ветке. Так чаще всего поступает множество рыбаков, но если таким образом наматывать леску, то в процессе могут возникнуть запутывания, или вообще леска будет наматываться неплотно. Чтобы это предотвратить, многого не надо, достаточно бросить моток с леской водоем, в который мы будем сегодня ловить, и начать наматывать. Вода создаст нужное сопротивление, из-за которого леска будет в небольшом натяге. Благодаря нему, та намотается на катушку как следует. Теперь можем протягивать ее во все кольца и цеплять поплавок. Продеваем леску в специальное колечко, и теперь его нужно чем-то зафиксировать. Для этого дела продаются вот такие рыбацкие кимбрики, но я постоянно умудряюсь их куда-то сеять. Если у вас такая же ситуация, расстраиваться не стоит, и использовать синюю изоленту тоже. Выйти из данного положения поможет провод. При помощи ножниц или ножа срезаем небольшой кусочек изоляции. Примерно вот такой. Продеваем через него леску и одеваем кусочек изоляции на кончик поплавка. Если у вас он очень длинный, можете воспользоваться еще одним кусочком изоляции. Поплавок надежно зафиксирован и двигается по леске как положено. Также можно воспользоваться и термоусадкой. Отрезаем кусочек нужного размера, продеваем через него леску и на кончике поплавка прогреваем ее. Главное делать это аккуратно, чтобы не сжечь леску. На термоусадке поплавок будет держаться тоже отлично. За ним цепляем грузило и в самом конце привязываем небольшой крючок. Вот и наша удочка готова. А сейчас приготовим наживку. В детстве я очень сильно любил ловить на хлеб, так же само как и сейчас. Сперва хлеб нужно замочить в воде, а затем вымнуть руками до состояния мягкого пластилина. На такую наживку уже можно ловить. Этому карасику такая приманка понравилась, но раньше мы всячески умудрялись ее модернизировать. Дедовский метод это чеснок. Берем один зубчик, очищаем его от шелухи и забрасываем чеснок от вилку. Выдавливаем его прямиком в хлебную смесь. После этого все тщательно перемешиваем, чтобы чеснок равномерно распределился. Более прокаченной добавкой являлся корвалол. На такой шарик хлеба добавляем примерно 15 капель, тоже перемешиваем и получаем уловистую наживку, проверенную годами. Ну а недавно я увидел что-то нереальное. В тиктоке мужчина выливает какую-то красную жидкость в воду и на нее всплывается целый косяк рыбы. Мне в это никак не верится, поэтому мы нашли эту китайскую жидкость и заказали ее, чтобы проверить как она работает. В посылке была баночка точно такой же жидкости как и на видео. Открываем ее. Ну знаете, навозом воняет. Ну ладно, давайте мы нальем ее в воду. Как можем наблюдать, от этой жидкости идет своеобразное облако, на которое и должна сейчас сплыться вся рыба. Но этого так и не случилось. Несмотря на все, мы добавили эту китайскую жидкость в хлебную массу и перемешали ее. Сейчас сравним эти три наживки и узнаем какая работает лучше всего. Для эксперимента мы взяли три практически одинаковые удочки, раздали каждому контейнеры в котором будем складывать рыбу и наживку. Я буду ловить на хлеб с красной жижей. Степа на чеснок, а Олег проявил желание рыбачить на корвалол. Забрасываем удочки и ждем поклевок. Первая поклевка была на удочку с корвалолом, но оказалась холостой. Что-то начало зыбать на чеснок, но не до конца. Оп, а вот у меня поклевка на китайскую жидкость. Бросаем этого карасика в контейнер и ловим дальше. Вторая рыбка клюнула на хлебушек с корвалолом, пусть пока что поплавает здесь. Иииии у меня опять поклевка, еще один карасик. Мы с Олегом идем ноздря в ноздрю, а у Стёпы пока что ничего, но это только пока что. Первый карасик на чеснок тоже пойман. Рыбачили мы на протяжении часа и пора уже пересчитывать пойманную рыбку и подводить итоги. Стёпа поймал на хлеб с чесноком 6 карасиков. Мне удалось словить на 2 больше, а у Олега результаты оказались наилучшими. 12 карасей на хлеб с корвалолом, поэтому мы считаем его победителем в этой зарубе. Рыбы наловили мы немало и нужно ее куда-то переместить. Я не трачусь на дорогостоящие садки, а покупаю на рынке сетки для картошки. В такую сетку можно пересыпать всю рыбу и поместить ее в воду. Карасиком в такой сетке будет ничем не хуже чем в садке. Продолжим рыбачить, в дальнейшем будем ловить на хлебушек с корвалолом. Снова поклевка и рыба потянула прямиком в упавшее дерево и крючок зацепился. В такой ситуации лучше не пытайтесь дергать и тянуть леску на себя, так как есть риск оборвать все снасти. Лучше поступите следующим образом. Натягиваем леску и дергаем пальцами за нее, как будто стреляем из лука. Делаем так несколько раз и крючок магическим образом отцепляется и по-прежнему остается на леске. Можем ловить дальше. Что-то уже не хочет клевать на поплавочную удочку. Попробуем на донку. Тем более я знаю как сделать снасть в прямом смысле за копейки. Для этого нам понадобится пробка от бутылки. При помощи ножа проделываем в ней два отверстия друг напротив друга. Затем этим же ножом царапаем немного пластик на вот этой части пробки. Это мы делаем для того, чтобы клей лучше схватился и надежно зафиксировал вот эту монетку. Она тут нужна для того, чтобы при погружении в воду пробка становилась вот такое положение. Продеваем леску через отверстия и стопорим пробку двумя зажимными грузиками. А на конце лески привязываем крючок. В конечном итоге снасть должна выглядеть вот так. Теперь берем прикормку и замешиваем вместе с водой. Набиваем ее в пробку и крючок вставляем сюда. Можем забрасывать. Подтягиваем немножко леску, чтобы появилось натяжение и устанавливаем удочку на рогатине. На ее кончик прицепим колокольчики, ну и дожидаемся поклевки. Со временем леска начала немного натягиваться, а колокольчик извинеть. При хорошей поклевке я подсек и начал тащить к берегу. На крючке оказался вот такой толстенький карасик. Иди к остальным. Вечерний клев был хорошим, но на меня слетелась стая мошек и комаров, которые начали клевать меня. Но ничего, сейчас они улетят, так как мы знаем рецепт хорошего средства от насекомых. Для его изготовления нам нужна небольшая баночка и столовый уксус. Переливаем совсем немножко в баночку и берем какой-то шампунь, можете выбрать со своим любимым запахом. Его тоже в банку, он тут нужен для того, чтобы перебить противный запах уксуса. К этому всему добавляем капельку растительного масла, закручиваем распрыскиватель и взбалтываем содержимое баночки до однородности. Можем наносить наш спрей на открытые участки тела. Он отлично отпугивает всех насекомых, несмотря на простоту изготовления. Рыбалочка выдалась сегодня удачной, много наловили, осталось отпраздновать шашлычком. Чтобы не возиться с дровами для костра, будучи дома, мы сделали древесный уголь. И сейчас покажем как. Нам понадобится древесина, желательно твердых пород. Дуб или граб подойдет наилучше. Берем какую-то металлическую емкость с крышкой. В нее перемещаем все отрезки дерева, закрываем крышку и проделываем в ней отверстие. Оно нужно для вывода газов. Помещаем емкость на электрическую плиту или другой источник тепла. Включаем и просто-напросто ждем. Спустя 10 минут из отверстия начал идти дымок. Это значит, что процесс обугливания начался. Со временем дым усилился и продолжал выходить на протяжении двух часов. Когда дым перестал идти, можно снимать емкость с огня и открывать крышку. За это время древесина в банке превратилась в самый настоящий уголь. За кадром мы сделали еще две партии побольше и взяли наш уголь с собой. Высыпаем его. Поливаем жидкостью для розжига и поджигаем. Когда угли прогорят, можем выкладывать на них мясо и заниматься его приготовлением. Но что может быть лучше рыбалочки, хорошего улова и вкусного шашлычка? Наверное, только лайк от вас и подписка на канал. И как говорится, ни хвоста, ни чешуи.